Привет, друзья! Сегодня работаем с товарищем Ильей. Илья у нас сотрудник высокого класса, специалист. Ну, Юра у нас приборела, а Илья, если вам понравится, зайдет, он будет нам чаще приходить на обзоры. Бывает так, что... Так сказать, в гости загадывать на огонек. И, кстати, может, мы ему одну из рубрик отдадим на поруки. Посмотрим. Ладно, сейчас у нас на нашем канале будет обзор на гайковерты класса бытового класса. Доступного для населения, бюджетного, бюджетного класса. Они самые дешевые на рынке, наверное. И сегмента гайковертов, да, в данном моменте на 18-вольтовых аккумуляторах с теми заявленными характеристиками, которые заявливает производитель. Илья, в данный момент, они являются самыми бюджетными по цене. Только есть один момент. Если они хотя бы половина того, что заявлять будут, будут показывать, то, в принципе, это уже будет класс. Да, да. Ну, тут понятное дело, что тут, скорее всего, китайский маркетинг. Мы говорим, естественно, о китайском инструменте. Китайский маркетинг пронизан полностью этот инструмент. Чего греха ктоить? И Бош балуется, да, завышение характеристик. Но здесь, я думаю, будет прям нормально завышение, нормально. А может быть и нет. Ну, посмотрим, да. У нас есть пара грековертов от Деволта, которые, в принципе, более-менее соответствуют своим характеристикам. Может быть, мы их тоже сравним. Самый дешевый это у нас получается, да, желтенький Профит Пауэр. Вот такой вот. 6300 комплектация с двумя аккумуляторами. Чемоданом. Заявлено 350 нитонов на метр. Это примерно... Деволт. Деволт. 350 нитонов на метр. У нас моделька DCF921. Чемодан а-ля Деволт с тестаком. Ой-ой-ой. Можно такие же профи-пауэры, значит, все это соединять. Слушай, но они к тестаку не подойдут. У него ширина, мужа. К тестаку оригинальному нет, а к своему, пожалуйста. Слушай, посмотри, какая классная вкладка. Вкладочка плотная, хорошая, приятная. Я тебе так скажу, смотри, когда покупаешь мелок и чемодан, и есть такой модельный поролон. 3000 рублей, которые ты потом еще вырезаешь. Деволт, да. Тут уже, ребята, вам за 6000 уже вырезали, сказали, пожалуйста. Не нравится? Уберите его. Но вот единственный сразу небольшой косячок. Хромванадиум. Ну, бесплатная зато. Да, бесплатная. Представляешь, тебе надо идти покупать головки. В этот раз уже все есть. Давай посмотрим, по габаритам они реально... Я вижу, с кого они резали. Ну, чуть-чуть длиннее, чуть-чуть длиннее. Ну, смотри, как они реально копировались с Деволта. Интересно, батареи не похожи на Деволту? Нет, они визуально похожи, но стандартные китайские трехконтактные. Нет, не хотят, не хотят. Может быть, где-то на пильничком подточить и захочет. Просто прям кажется, что захочет. Может, и не так от патента уходит. Потому что почему-то на Макиту дохера делают, да? Да. А на Деволт не дохера. Причем Макита трехконтактный, LXT серия. Прям миллион инструментов, заточенного под макитовские аккумуляторы. И, пожалуйста, пользуйтесь. Хотите на Макиту ставьте, хотите на китайца. Слушай, ну, у них прям клеммы, они, по идее, совпадают. Ладно, колхозить не будем. Нам важно понять вообще, с двухамперными аккумуляторами, кстати, они легкие. Легкие очень. Такое ощущение, как будто 1,3. Пустые. Следующий гайковерт, который нас интересует. Это гайковерт. Это профи-пауэр. Синяя линеечка. Цена розничная около 6200. Также в чемодане с двумя аккумуляторами. Но он уже адаптирован под систему LXT. То есть под макитовские стандартные трехконтактные аккумуляторы. То есть, пожалуйста, хоть эти аккумы ставьте на макиту. А, кстати, давай проверим, будут ли они работать на маките. Четырехамперники. Только. Нет, тут все-таки стоит защита. Они работают в одну сторону. Работают только, получается, с макитовскими аккумуляторами. А обратно нифига. А макитовские же есть? А возьми, макитовские, да. Хотя по контактам все идентично. Ну, там есть прямычки, заморочки. Но вот эта комплектация чем хороша? Здесь идут уже четырехамперные аккумуляторы, два штуки. Зарядка более-менее, ну, похожа на зарядку. Во всяком случае, не адаптерная. Не адаптерная, не штекерная. Уже более-менее даже два индикатора. Ну, кстати, данная аккумуляторная батарея может работать и с адаптером. Да, адаптер. Причем, опять же, копия идет. Если то у нас была копия Деволта, здесь у нас идет копия Макиты. Просто даже пластик вот этот вот лицевой, так сказать, головной идет. Смотри, получается, что у него сколько ньютонов на метр заявлено? Здесь надо посмотреть. 330 ньютонов. То есть, опять же, это аналог вот этому Деволту. 330. Тут там 350, да, заявлено? Здесь 330. 330 ньютонов. Ну, окей, посмотрим. Поверим. Опять же. Нет, давай КБШ-ку поставим. По размерам? По размерам чуть больше. По длине самого корпуса двигателя. Вот такое. Кстати, резиновое, знаешь, для чего это типа кольцо? Чтобы соскакивать и удар, чтобы не бился, не коцался. Да, прям тебе светится, да. Да нет, оно не светится. Это не светится. Это не светится. Это убираем пока. Так, следующий аппарат у нас идет за... Дороже. По заявкам телезрителей начинаем концерт. Для меломанов. Да, и CD-7. Идет розничная цена. 8,5 тысяч. Гайковерт. Также на 4-х амперных аккумуляторах. В комплекте их два штуки. Кейсик, конечно, такой что-то мягенький прям весь. Но здесь с ребрами жесткости. Но зато прокладочка. Паралон есть. Паралончик есть, да. Опять же, зарядочка неадаптерная, человеческая. Две, четыре головки. Четыре головки, да. 19-я, 21-я. Я так понимаю, 17-я. И будет 15-я, скорее всего, не могу ее достать. А, нифига себе. Что там, свечная штука? Ребята, нет. Если вот у этого сразу мы, получается, шестигранную биту обычную, то есть Philips 2, там, drive 2 ставим, то здесь вот он переходник с фиксатором с квадрата под хекс 6. Такой отдельно у Милоки стоит. У Милоки и стоит он рублей где-то, да, там 800. Это в хорошие времена было. Да, да. Кстати, я его и достать не мог. Блин, интересно, очень интересно. Я, знаешь, обратил внимание, что аккумуляторная система здесь своя. Вот эти аккумуляторы не подходят на Макиту. Хорошо, а вот на вот этот он подойдет? Тут три контакта, обрати внимание, а тут два. Да, нет. Короче, развелиться получается. Да, вот так вот. Три контакта, и он еще более массивный. Что они здесь заявляют у нас? Уф, сколько? Это 600 ньютонов, это аналог. А, он 600 уже? Да, 600, то бишь он аналог вот этому DeWolter. Вот единственное, опять же, крепление под кронштейн есть для пояса, а кронштейна нет. Ну, made in China. Да. Кстати, по-моему, ни в одном из них не было, да? Нет, ни в одном. Причем у этого даже нет, у этих двоих нет даже места под крепежку. У ACDC есть. Сейчас на нашей, так сказать, телеэкраны врывается просто с двух ног. Вот такой вот угловой красавец. Просто угловой. Реально видел у Милуоки. Как в футболе, да? Да. Просто прошел всю оборону и ворвался, так сказать, во вратарскую территорию. Видел у Милуоки угловую. У DeWolter не видел ни разу. У Макиты тоже не видел ни разу. У них есть как трещотка сделана. Трещотка, да. Но там трещотка небольшая. А здесь, судя по всему, раз тут идет полноценный ударный механизм, большой, Хорошо, я думаю, что удар должен быть хороший. 400 ньютонов заявляют. Заявляют 400. Смех смехом интересно будет сравнить, допустим, вот эти 300 и вот этот 400. Опять же, тестак чемодан. Попробуем застакать их? Да, давай. Вот он, предыдущий наш. Псевдо-тестак. Псевдо-тестак, но при этом он стакается. И, пожалуйста, собирается все в единый экземпляр. Это, конечно, смотрится смешно, но тем не менее это работает. Факт есть факт. Конечно, вот здесь подразумевалось еще какая-нибудь маленькая такая открывашечка. Это нет, это они как в DeWolter скопировать, знаешь, обычно статьи мастера. Ну, вернее, это те, как он называется? Джон Траволта. Погоди. Нет, они подписывают название и странишь все одинаковые. Либо серийный номер, вот там. Либо владельцы, да. Так, и что же у нас здесь? Опять же, мы видим точно такой же переходничок под хекс. Здесь уже в комплекте одна головка на 22. Два аккума, адаптерная зарядка. Все то же самое по комплектации. Такое же, но вот такой угловой красавчик. С подсветочкой. О, как. Это интересное решение. Да. Делать постоянно молотонные работы где-то в автосерийсе, куда нужно подлезть. Ну, хотя даже знаешь, а посесть там где-нибудь... А не только, а хорошо, а возьмем какие-нибудь металлоконструкции, фермы. Выездные, да. Где-нибудь, куда-нибудь... Где компрессора нет. В какой-нибудь швейлер залезть, открутить. Да, почему бы нет. Что он... Сантиметров 12 рабочий получается. А надо эту часть попробовать, заметить, интересно. Ну вот, 8 без головки. То есть давайте по винтам... 12 сантиметров. 12,5 сантиметров, как я и примерно не сказал. Кстати, эта головка какая-то даже длинная, да, Братя? Это удлиненная, да. Это что-то не то. Вот если, допустим, возьмем... Это удлиненная. Возьмем, допустим, хорошие головки ферменные. И что мы увидим? И там меньше десятка получается. Десять, прям если десять с половиной. То есть, извините, рабочая зона 10,5 сантиметров. Это в труднодоступные места, так сказать, даже в попу дракона можно и подзакрутить что-нибудь. Вот. Ну, очень интересный экземпляр. Главное, чтобы все, что заявлено... Понимаешь, а мне как раз горло болит, я много не могу горлок. Вот Илья провозит механизмы, призмы. Поехали дальше. Да, но единственное... А, нет, все, извиняюсь, хотел уже наехать, а не надо наезжать. Насчет чего? Режимчики. Режимчики, да, которые мы будем осматривать дальше. Он, кстати, вполне полноценный получается. Полноценный. И что мне нравится, вот этот вот весь механизм, где весь ударный металль... Посмотрите, как он реализован. И все под шестиграничек. Не под вот эту дешевую отверточку, крестовую, китайскую, так сказать. Здесь звезда, здесь торекс. Там все будет просто крест. Пока Илья ставит заряжательный аккумулятор, я достану последнего претендента. Это у нас будет гиковерт из серии «Папа пришел». Аналог макитовского гиковерта на три четверти и сорока вольтового. 18 вольтового, который стоит сейчас очень дорого. И, в принципе, в продаже их сейчас нет. На самом деле, по акции сварим, они вообще за копейки уходили. Но то, что было, то было. А сейчас, по факту, есть вот такой вот красавец. Он реально отдает в руку. Там хороший, нормальный такой молот вращающий ударный. Это тысяча ньютонов, я так подозреваю. Сколько он, кстати, заявляет? Ого, 1300 заявляют. 1300 ньютонов. Мечта тракториста. Да, точно. У него, получается, патрон посадочный уже не одна, вторая. А три четвертых. Три четверти. О, здесь-то, опять же, все обрезинено перед корпуса. Если, я сказал, вот тот ICDC дает по руке, этот прям дает. А у него четверки тоже, да? Четверки, да. Стандартные 18-вольтовые 4-амперники. Вот, теперь, получается, нам нужно попробовать покопаться, покопаться в их характеристиках. И начнем, наверное, мы просто с вращения количества оборотов, которые они нам выдают. Я чуть-чуть опоздал. Юрий просто понял, что его подсиживать и решил, короче, сижу из кровати, выпрыгнул и безградусник разбил об стену. Болезнь сразу отошла. Все, не обирает, давайте работать. Заявлено 2800 максимальные обороты. На втором режиме? На втором, на втором. На втором режиме. Сперли 30% оборотов, он выдал 2000-1900 с копейками. Профи-пауэр желтый. БЛДТВ-18В. Большой, ДТД-18В. 1662. ЦНДТВ-18В. 2184, 2195. АЦДЦ, ДЦФ-21БВМ. 2259. Так, ну и пошли какие-то ноунеймы на непонятных аккумуляторах. 2067. А должно быть 2000. ДЦФ-921. 2535. Там тупо стояло, а 2 535. А, все, да, должно быть 2500. Соответственность, погрешность там. Самое наё, это первое получается. И второе тоже 2300. Очень хочется его с легкой батарейкой. Остальные все соответствуют. С легкой, конечно. Затащили мы сюда наше устройство, сделанное из пресса. Кто помнит, помнит шикарно. Кто не помнит, на всякий случай повторяю. У нас здесь с высоким классом прочности идет болт с мелкой резьбой. Идет мощная гайка. И когда снизу это дело закручивается, идет давление на основной поршень вообще механизма пресса. Наверху стоит цифровой манометр. То есть мы уже проверили измерение и выявили такой некий коэффициент. Сколько там у нас? 0,65? 0,66. 0,66, да. Ух, как точно. Средний коэффициент 0,66. В общем, смысл в том, что мы видим, сколько выдавливает килограмм на сантиметр тут. По коэффициенту понимаем примерный крутящий момент. Как мы это замеряли? Мы тянули разными гайковертами. И после этого проверяли фактическое усилие, какое получилось с помощью электронной динамики. И теперь все по очереди также тянем, смотрим, умножаем. На отворачивание, к сожалению, не получится замерить, потому что у нас нет с обратной резьбой болта. Кажется, это большая проблема найти общеподобные болты. Увы, ах. У кого есть, если, кстати, присылайте здесь М... Может быть, действительно кто-нибудь пришлет, присылайте, мы сможем на отворачивание работать. Где штангелек? М18 болт с обратной резьбой. Нужен. Скласс прочности не меньше 10,8 и к нему пару гаек. Если у кого есть, милости просим. 330 ньютонов. Профио-пауэр. 103. По нашей супер-методе у нас получилось 68 ньютон на метр при заявленных 330. Но это на раскручивание, Юр. На закручивание. Я понимаю, но заявлено на раскручивание. На раскручивание заявлено, да. Второе, идем по табличке. БЛДТВ-18В. Заявленный крутящий момент. 350 ньютон. Боже мой, он еще мощнее. 135 ньютон. Ну, кстати, да, видишь, мощнее получился желтенький. 89, ну, 90 ньютон метров. Профи-пауэр. Еще один. ДЦ. ДТД-18В. Это трехчетвертной. 1300 ньютонов заявленный крутящий момент. 290. Кстати, у него очень-очень сильное сопротивление было обратное на руку. Вращательная отдача. Мне пришлось его прям держать. Он выкручивался, выворачивался. Следующий у нас угловой. ЦНДТВ-18В. Заявлено сколько? 400. 400. 106. 70 ньютонов. ДЦ. 21 БВМ. Заявлено 600 ньютон на метр. 600 ньютон на метр. 211. У него в конце такая отдача в руку пошла. 140 ньютон метров выдал. Это ДВолт, самый обычный ДВолт. 197. ДЦ в 921. 216. Предварительные замеры провели. 10-секундные. Будем гонять еще по полной. До усрачки пока они не остановятся. Что у нас показало по замерам? Самое приятное и самое такое хорошее в работе было это ДВолт ДЦ в 921. Он накрутил по нашим замерам что-то там 142 полной ньютон на метр. И приятная работа, очень тихая и мягкая. Самый мощный оказался. Второе место получается Профипауэр ДТД-18В. Но он и самый мощный из всей линейки. Это первое место тогда, наверное, если по этим параметрам брать. Но по ощущениям, по ощущениям, тянул руку. Тянул руку, хуже был. И третье место. АЦ-ДЦ. Но. Но. У него очень сильные вибрации в конце пошли. Пока он тянул, изначально именно тянул, было нормально. Когда уже последние секунды доворачивать, начало очень жестко отдавать в руку. Было крайне неприятно. И изначальный люфт головки. Но возможно это и было причиной. Из-за этого была вибрация. Да вот и раньше славились хорошим люфтом. Что они исправились или нет? Ну да, люфта почти нет. Просто раньше я помню, особенно на импактах. У них прям вообще печать беда была. Черт, давай, погнали дальше. Так, теперь что? Замеры у нас до живака. А как ты поймешь, устрашка наступила или нет? Перестает закручиваться резьба. Все. 112. 142 было. 142. Сколько? 382. 135. 235. 210. 150. 151. Провели мы тест этот. Дотянули до конца. Ушатали оба болта. Но каждый раз используя новый элемент резьбы. Поэтому погрешность мы наконец-то смогли исключить. На закручивание первый у нас показал 74 ньютона на метр. Это очень-очень немного. Желтый профи-пауэр. Что у нас там? 94 ньютон-метра он показал. 94. Ну, получше. Молодец. Самый большой. На 3 четверти квадрат. Самый мощный из всей линейки при заявленных 1300 показал 252 ньютон-метра на закручивание. И на нем же у нас и полетела резьба первая. Помните еще раз, что это мы замеряли как могли на закручивание. Поэтому не кидайтесь помидорами в экран. Да. Теперь угловой для труднонедоступных мест. Он показал 89 ньютон-метров. Но присутствовал люфт и отбивало в руку. Нет, отбивало в руку вот этим. АЦДЦ. Он дал 155, но на моменте, когда уже пошел конкретно, когда он уперся и начал прям затягивать, доворачивать, он очень сильнее всех отдал в руку. Справедливости ради скажу, то же самое сделал один из даболтов, только не помню какой. Запутался. Вот этот 406 ньютон-метров, на нем был сильный удар. И у него что получилось? 138 ньютон-метров. И почти соточку показал наш последний дежурок. Малыш, который на 450. Да, соточку на заворачивание. Едем дальше. Мы ими поработали, поработали и осознали, что в некоторых случаях работать пришлось в наушниках. И мы не замерили громкость. И не просто громкость на холостом ходу, то есть они все будут более-менее тихо. А вот громкость в момент удара, это очень важный параметр. Поэтому сейчас попытаемся сгенерировать удар и вообще проверить, замерить этот шум. 78 градусов по Цельсию. Со звуком разобрались. Теперь самый привычный тест на закручивание глухарей. Здесь будет в совокупности влиять вообще не только крутящий момент, но и частота ударов. То есть скорость вращения она же, которая переходит в частоту. И посмотрим один глухарь, насколько быстро будет заворачивать. Если совсем не идет, то уже черт с ним будем останавливать, чтобы не тянуть до посинения. У нас вышла небольшая промашка. Так как здесь трехчетвертной, у нас не подходит оснастка. И у нас нет головки на 19, на 3 четверти. Поэтому, к сожалению, стоимость по заворачиванию глухарей, его придется исключить. Но только из-за того, что ни переходника, ни головы. Так случилось. Продолжение следует... Ребята, на данном форде, Ford Transit, по заводу 200 ньютонов на метр. Примерно 204, если быть точным. Заложено крутящий момент на затягивание колеса, на закручивание. Естественно, откручивание будет немножко по-другому. Но мы создали ситуацию, когда мы открутили и затянули на 200. Ключом краски на 200 затянули, да, получилось. Берем самый. Он у нас самый, получается, керамскромный, да, по характеристике? Винтоверт. И пробуем открутить колеса. Винтоверт. Ну, смог. 7 секунд, но отбил. Да, ну, по 3-8, конечно, подолбаться. Но вы должны понимать, что это грузовой автомобиль. Это автомобиль, который имеет, скажем так, в два раза, чем легковой, да, у него получается 200. У легковых примерно сотку, да, крутящий момент. Ну, если берем обычный фиданчик, да? Ну, 191. Хорошо. Ну, почти 200. Сейчас каким больше? Следующий у нас вот этот шел. Желтенький. Вообще в лед. По идее, дальше по списку у нас шел большой профи-пауэр на 3 четверти, но он дурной. Он нам порвало 12, давайте, 18 болты на студии, поэтому мы его здесь использовать не будем. Что-то 85, я все слабее, слабее. Давай, я потяну. А вот сейчас ничего себе буду нажать? Да, да, нормально будет. Юра, ты вон, ты такой уж славный. 143, блядь. А ну, давай, сейчас как? 167, как ты это делаешь, Юрий? Не знаю, я попробую. Ты очень долго был одинок. Давай, ногой попробуем, что ты так? Ждецу, 174 выжимать. Это как стиломер можно использовать. А я в зал хожу, там тренируюсь, а Юра дома просто ложится, отдыхает. Не за диванью. Ты хочешь попробовать? Я подержу. Как же? 174 максимум. А я вешу 100 кило, 110 даже. Пижоны сочинские в майках. А, ты не выделываешься, да? Козухой не занимаешься? Это неудобно. А Юре удобно. Сколько выезжал? Я не знаю. 320. 32 ньютона. 32. 32? 32. Да вот так пьется, ну что ноги расставляешь, и вот так вот у тебя получится. Одну руку держишь, а другую давишь, да. Какого? 174. Блин, обожди меня. 175 почти. Говорят, Карл так голый. Так, нам надо дотягивать. 178. 196. Ты не дотянул, но зато дал результат 181. Блин, вам по трубу нормальный культик, все. 240. Короче, в жопу гайковерта, меримся писками. Давай, вытаскивай. Нормально. Вообще, еще быстрее. Что-то фигня какая-то. 208. Может, на гайку задорчили? Глубо говоря, гайковерта за 5000 рублей вам открутят на брюзовом автомобиле колеса. Если вы будете использовать его раз в сезон, чтобы перепоменять резину, то вполне достаточно. Но если для СТО, конечно, лучше брать, чем профессионально. Для домашних целей за 5000-6 тысяч он будет. Достаточно глубоко мы копнули, попробовали. Так и всякие. Нам понравилось, что? Что с легковыми автомобилями справится любой из этих гайковеров. А это значит, что покупаешь за 6000 рублей, за 5000 рублей себе домой в гараж. Один из этих вот любых гайковеров. В принципе, ты свои потребности перекрыть сможешь, если ты используешь его в домашних целях. Да, если вам не надо ступичную гайку откручивать, разумеется. На работе, в автосерии, я думаю, что эти ребята быстро сдохнут. Просто из-за того, что физически они не рассчитаны на длительные нагрузки. Настройку на сервис берем DeWolf. Серьезный, да. И тот, который для труднодоступных мест, надо использовать только для этих труднодоступных мест, потому что залезть... Не как базовое. Да, куда-либо к колесу или еще куда очень сложно, особенно если колесо это был бы диск, допустим, составной. Но когда спаренное колесо, гайки утоплены, им туда залезть без удлинителя вообще не вариант. Это больше не колеса для этой конструкции. Скорее надо иметь какое-то основное, иметь вот этот просто дополнительный. Действительно, оказалось, что вот эти вот два игрока, примерно в одной весовой категории, чуть побольше, действительно, оказался мощнее. Он реально мощнее, тяжелее. Если мы говорим об этом двигателе, то да, это он реально убийца крепежа, он сворачивает, как ни хер делать именно. Мы просто думали, что ну что-то, как-то, что там китайский, как это, балахло не потянет, надо сказать. Ну он тяжелый, он реально весит, кидро-тянет. Потянул, да, наверное? На нем начались проблемы на обоих болтах. А болты он обычный классический, будет убивать, срывать. Вам нужно его для спецтехники. Тут понимаешь, как у него это уже не домашний гритовер, да, это для спецтехники. Может быть, дома-кого-то экскаватор. Свой дома-кого-то? Почему нет? Если так, то да, может быть, реально у вас есть свой эскаватор, и в этом дом... На армянских номерах. И вы дома, хотите, под ним полежать, почему бы и нет? Как вариант, как альтернатива, недорогой для домашнего... Я не могу пойти три четверти головки в домашней эксплуатации. Ну, ну, просто... Это дура, блин, Юр, это дура. Да, дура. Это дура. Он, причем, по весу, давай посмотрим, как он весит. Ну, вот, с этим колесом сейчас мы откручивали, да, допустим, у него там должно было быть 204 ньютон на метр. Да. Вот на моей легковушечке ступичная гайка откручивается по паспорту, должна тянуться на 350 ньютон. Это колесная ступичная. А если что-то покрупнее, то там по 500-600, хорошо, не на ногу, по 500-600 ньютон на метр, ну и вот, пожалуйста, откручивай. То есть, если у тебя такой, не то чтобы сервис, но у тебя реально гараж набитый инструментом, тебе нужно иметь все, ты не хочешь покупать на компрессор пневматику, например, хочешь аккумуляторные. У тебя есть аккумулятор, а Макита? Ну, кстати, эти аккумуляторы, к сожалению, они не подходят на Макиту. То есть, Макитовский сюда подходит, а обратно не работает. Что радует, что в этих четверки, они действительно мощнее, но жалко, что на этих двушки и на них не поставишь больше. Но это какой-то реально компактный. Мне понравилось это, как и вот здесь реально 5 скоростей, 5 режимов. Тут написано, типа, как крутящий винт 150. Я не смогу вам показать, потому что они будут видно. Регулировка, они вот таким цифровым, давай попробуем, просто. Цифровым отображением. Сделали, заморочились дисплей. Чуть-чуть. Да, вот так. Опять же, здесь якобы крутящий винт, но на самом деле просто скорость регулируется. Ну, здесь есть 5 регулировок, то есть это уже, в принципе, удобно. На всех остальных гайквертах всего регулировки 2. Если вам интересно, внутрянку посмотреть, сейчас оставайтесь на линии. Да, у нас самый большой состав сегодня был Николай, Юрий, был Илья, Петр и Гайкверта. Все, всем пока. Ну, самое забавное, вот китайцы, они потихонечку начинают более-менее делать инструмент по уму. И у всех уже двигатели стоят в рухолес. Залитое у всех идет уже плата управления, сменные вот эти вот элементы. Она же может, да, поменяться? Ну, здесь, смотри, что здесь, да, раз, хрякс, типа вытащил, да, поменял. Но опять-таки не факт, что ты вытащишь, да, ее? Да не, вытащится. Она хотя залита, не будем сейчас дергать. Согласись, что все равно даже вот в этой части сделано все, они даже контакт взяли, изолировали термоусадочкой. Двигатель тоже вроде не топорно сделан. Я не знаю, конечно, я понимаю, что... Пробуй редуктор на вес как-то. Ну, что он? Примерный силумин какой-то, да, вот такой? Легкий. Очень тонкий, легкий. А он не должен, это же все-таки часть не имеет нагрузки. Самая вот эта вот тяжелая часть, молот. Пружина все сделана, по идее, и нормально. Я был бы счастлив, и наши российские производители делали бы на таком уровне, если честно. Вот что еще для счастья нужно было бы? Хотя бы делать и так, но, к сожалению, пока нет. И корпус, видишь, тоже сделан. Все-таки здесь резиновая получается, да, как-то полиамидная такая вот эта вот... А, как называется, поли... Короче, херово, часть резиновая мягкая, а здесь жесткая, и она все сделана. Так как я на заводе метамо было непременно по такой же системе, да, здесь качество материалов, конечно, похоже, но оно все равно сделано четко. Следующий двигатель вообще такой же малыш. Они абсолютно одинаково с двигателем поставили. Только разбирается иначе. Кнопка, по-моему, тоже абсолютно одинаковая. А, о! Стаканчик, молот. Да, на вид абсолютно одинаково. Но по результатам работы они все-таки были разные чуть-чуть. Чуть-чуть отличаются. Так, что там, мало смазки, мало смазки. Нормально смазки. Так. Здесь, да, один в один. Ладно, его оставляем, в случае был вот этот здоровяк, по-моему. Слушай, а посмотри, какая классная, здесь обмотка уже идет толстая на этом. Не такая тонкая, как на этих. Они потолще проволоку здесь уже используют. Ух, что это молот, да? Да. Тогда понятно, что он так крутил. Да, тяжелый. И действительно, у него реально очень большая масса. Он его раскручит хорошо. Ну, как долго он проживет? Хрен его знает. Смазку раскидали разноцветную прям. Не знаю, что это означает. Новый год, наверное, да. Номер подшипника. Слушай, такое ощущение, что один завод производит, потому что действительно у них все по одному. Не знаю. Написано 508 PS, не в курсе, что это. Реально неплохо. Вот этот интересный агрегат. Нам было интересно посмотреть на редукцию, да? Двойной редуктор получается. Здесь передача углового, получается, усилия. А потом идет прямая передача. Подшипники и там, и там, на всех валах. Известные от подшипники. Да, в общем, молот, чтобы вынуть, надо вынуть вот эту шестерню. Она держится тоже за что-то, скорее всего, подшипником снизу. Короче, механизм понятен. И видно, что двигатель стоит абсолютно одинаково, что и вот. Хотя нет, чуть-чуть, может быть, он потолще. Тот же самый, только развернут в другую сторону. Да, похож. А, кстати, да, просто развернут, получается, действительно. А, знаешь, почему развернули? Потому что вот одно, а здесь другую сторону вращается. То есть, получается, мы его повернули для того, чтобы можно было в правильном направлении вращать. На движках направление полярности вращение сыграет. Ну ладно, конструктор... Аня Кисяц, мы запутаемся, давай движок развернем. Конструкторам виднее, но опять же, вот эта вся часть, уже все видно, что оно одинаковое. И теперь, может быть, ACD? ACD, как-то отличаться кардинально от остальных. Двигатель больше. Слушай, но обрати внимание, двигатель реально здесь вот часть рабочая больше. И он очень, кстати, напоминает уже по... Ну, здесь диаметра самого двигателя больше, но здесь он чуть-чуть поменьше, но ширина... Ударная часть корпуса, посмотри, корпус толща. Ощутимо толще. О, тяжелый. Здесь какой был. Сейчас. Выходь. Вайхай. А ну-ка. Постри. Тонкие стеночки, он прямо вот так в камеру. Давай покажем, пусть сфокусируется. Здесь, да, он потяжелее толще корпус. Ну, и он стоит, получается, в два раза уже. А, Юра, еще момент. Так, а вот смотри, знаешь, что здесь? Вот из этих вот агрегатов, если посмотреть на них, здесь пластиковый корпус, плата управления. Здесь корпус, плата управления уже из металла сделан. Типа теплоотвод лучше? Теплоотвод, естественно, там нагрузка достаточно больше. И, кстати, стоит большой подшипник вот здесь. А на этих подшипники маленькие. Ну, тут большой на большом двигателе. Там, в принципе, другой, наверное, не поставишь. Ну, в целом, видно, что ICD-C сделан более... На другом заводе. Ну, может быть, и на том же, но он сделан как-то более серьезно. И видно, что под другой крутящий момент настроен. Ну что, хорошая работа проделана, коллега? Коллеги, даже те, которые отсутствуют. Осталось теперь-то все дело собрать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова